Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня у нас вторая лекция на тему состояния развития отрасли электроэнергетики в Узбекистане. Доцент кафедры электроснабжения и возобновляемые источники энергии Анарбаев Анвар Изатулаевич. Сегодня мы с вами рассмотрим историю развития энергетики Узбекистана. Она началась в начале 1900-х годов. Были построены пять дизельных электростанций, которые обеспечивали электроэнергией трамваи в городе Ташкенте. Также была построена дизельная электростанция мощностью 67 киловатт, которая обеспечивала освещение города Ташкента. Всего в 1913 году выработка электроэнергии составляла по Узбекистану 3,3 миллиона киловатт часов в год. После того, как была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, молодое советское правительство разработало план Гойл-Ро электрификации страны Союза Советских Социалистических Республик. По планам этого Гойл-Ро в 1926 году в Ташкенте на реке Боссу были построены гидроэлектростанции, которые потом кабельными линиями напряжением 6 киловольт были соединены с 30 подстанциями, которые давали необходимую электроэнергию для развития города. Дальнейшее развитие энергетики в Республике происходило по созданию малых паратурбинных установок и дизельных электростанций около предприятий хлопкоочистительной промышленности. Первая ТЭЦ возникла в 1934 году на предприятии «Заря Востока». Она обеспечила не только электроэнергией, но и тепловой энергией. 27 марта 1931 года состоялось совещание электроэнергетиков Узбекистана. Это дало толчок развитию гидроэлектростанций в Республике в различных областях в Андижанской области на реке Шахренхансай, в Самаркандской области на реке Даргам и в Ташкентской области на реке Пскем. Таким образом удалось увеличить мощность к 1941 году до 170 мегаватт. Возникли три крупные ТЭЦ. Одна ТЭЦ – это в Ферганской области. Ферганская ТЭЦ была введена в действие в 1936 году. Там же на основе кизилкийских углей была запущена в действие Кувасайская ГРЭС. В Ташкенте происходило развитие текстильных предприятий и для их не только электроснабжения, но и обеспечения паром была построена Ташкентская ТЭЦ мощностью 300 мегаватт к 1939 году. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году началось строительство Фархадской ГРЭС, которое было закончено в 1948 году. Таким образом, к середине 50-х годов в энергобалансе производственных мощностей Республики гидроэлектростанции составляли порядка 64%. В то время, когда были открыты месторождения природного газа в Газли Бухарской области и в Шуртане Кашкадаринской области, началось развитие крупных теплоэлектростанций Республики, таких как Сардаринская ТЭЦ, Ташкентская ТЭЦ. Кроме того, на базе ангренского буроугольного месторождения началось возведение ангренской ТЭЦ. Таким образом, в 60-е, начало 70-х годов теплоэлектростанции составляли в энергобалансе Республики до 80%. Кроме этого, прошло развитие регионов Республики. Было запланировано строительство Новоийский ТЭЦ для Северо-Западного энергоузла. Тахиаташская ТЭЦ была построена. Наконец, самое последнее, это были построены Новоангренская ТЭЦ на угле, работающая на угле, и Талимарджанская ТЭЦ была введена в действие уже в годы независимости в 93-94 годы. Тогда же был запущен и седьмой энергоблок Новоангренской ТЭЦ. Таким образом, удалось поднять общую мощность теплоэлектростанции Республики до 17 ГВт. Таким образом, обеспечена энергетическая безопасность. При этом, развитие энергетики не остановилось. Общая протяженность линии электропередач составляет 200 тысяч километров Республики. Также переходим на новые технологии, более экономичные, которые позволяют повысить КПД действующих теплоэлектростанций. Так называемые технологии парогазовых установок. Уже нынешнее время ими обеспечены Сардаринская, Ташкентский ТЭЦ, Талимарджанская ТЭЦ, Новоийская ТЭЦ, Тахиаташи. Таким образом, удается поднять дополнительно производство электроэнергии в Республике, которое составляет в настоящее время порядка 63 миллиардов киловатт-часов. Но развитие энергетики требует постоянной модернизации. И за счет кредитов Азиатского банка сейчас идет реконструкция многих подстанций, а также линии электропередач. Внедряется система АСКУЭ, которая обеспечивает надежность оплаты за электроэнергию потребителей. И контроль за потерями в линиях электропередач, так называемых котменерческих потерь, которые вызваны воровством электроэнергии. Также технических из-за износа оборудования, неправильного проектирования и эксплуатации. При развитии районных электростанций, объединение их в энергетической системе создает благоприятные условия для электрификации всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. Нужно сказать, что за это время сельскохозяйственные потребители составляют до 30% в общем энергобалансе Республики. На территории нашей страны есть районы, куда подводить все эти единые энергетические системы экономически нецелесообразно. Сейчас идет развитие возобновляемой энергетики, солнечной энергетики, ветровой энергетики, а также новый импульс придан развитию малой гидроэнергетики. Идет значительное строительство малых ГЭС в Республике. Одно из последних – это Нанайская ГЭС, которая в районе Червака. В Республике создан целый каскад электростанций. Наиболее крупной является Червакская ГЭС, которая после недавней модернизации удовольствует на 15% повысить мощности производимой электроэнергии до 650 мегаватт. Кроме того, сделаем упор на развитие солнечной энергетики. Планируется строительство крупных электростанций в шести районах Узбекистана. Проведена соответствующая предварительная работа. Приступает к уже сооружению. Также можно в этом плане сказать о 130-киловаттной солнечной электростанции в Папском районе на Мангарской области, которая обеспечивает электроэнергией насосные ирегационные станции. Также одно из направлений развития энергетики Узбекистана – это сооружение микро-гидроэлектростанций на агрегационных сооружениях. Таким образом, на сегодняшний день в энергосистеме страны действует 45 электростанций общей мощностью около 12,5 тысяч мегаватт. В общем объеме производства электроэнергии доля гидроэнергетики будет доведена до 32% в течение 5 лет. Также ведутся работы по введению в эксплуатацию в 2028 году атомной электростанции около озера Айдар-Куль Джизакской области. Она позволит повысить производственные мощности Узбекистана в энергетике на 20%. Они будут в мощности составить 2,4 гигаватт, два блока. Вот вы на этом слайде видите распределение основных источников электроэнергии республики. Здесь даны как и показатели количественных мегаваттах, так и в процентном в общем энергобалансе. Правительство в 2016 году утвердило программу по развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2017-2025 годы, которая предусматривает строительство 2018 и модернизацию 2014 ГЭС общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. Это позволит в 2026 году увеличить мощность ГЭС в 1,7 раза до более 3000 мегаватт. Здесь показаны источники энергоресурсов, которые используются на наших станциях. Как я говорил, основной это природный газ 86,7%. Также жидкое топливо мазут 8,6%, которое используют обычно в зимний период. Уголь 4,4%. Также есть доля подземного газа, который производится в Ангрене. Самое высоковольтное напряжение линии электропередач, так называемой магистральной линии, составляет 500 кВт в республике. На данном слайде вы видите общий вид магистральных линий в Узбекистане. В республике существует 5 энергоузлов, из которых избыточными мощностями обладают центральные, куда входят Ташкентская область, Сардаринская область, Чузакская, где сосредоточены основные производственные мощности энергетики. Другие районы являются энергодефицитными. Планируется решить эти проблемы тем, что дополнительно вводятся мощности порядка 445 мегаватт на Талимаджанской кресс, это в Кашкадаринской области, в юго-западном районе, которые обеспечивают работу производственного комплекса новоэйских комбинатов, металлургических, химических заводов. На данном слайде показано, в какую долю составляют различные сети в энергосистеме Узбекистана. На данном слайде показана доля различных по напряжению трансформаторов в энергосистеме Узбекистана. Как вы видите, наибольшими являются трансформаторы напряжением 110 кВт. На данном слайде вы видите распределение потребителей электрической энергии. Наибольший потребитель – это промышленность республики. Далее идет сельское хозяйство и потребление населения. Здесь показано, как у нас ведется автоматизация с современными измерительными приборами электроэнергетики. В этом плане также сделана большая работа. Этот слайд показывает сравнение с другими республики СНГ, на сколько у нас стоимость стоимость до производства электроэнергии. Как вы видите, Узбекистан, она достаточно низкая. Электроэнергия также активно используется на железнодорожном транспорте. Для сельского хозяйства современные системы электроснабжения объектов и предприятий связаны с переводом этих на промышленную основу, то есть создаются птицефабры, такие животноводческие комплексы, хранилища овощей и фруктов, где производство и переработка продукции осуществляется на высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов. Необходимо здесь обеспечить надежность и соответствие выработке и потреблении электроэнергии. Решение этой задачи охватывает широкий круг вопросов. На современном этапе одним из весьма эффективных средств повышения надежности и качества экономической электроснабжения агропромышленных предприятий является комплексной автоматизацией сельских электрических сетей. Необходимо отметить, что в связи с большой протяженностью и разметленностью сельских электрических сетей, с разнообразием марок и сечения проводов, включая стальные, а также относительно малой плотности нагрузок, автоматизация их защитена отлично от автоматизации городских промышленных линий электропередач и тем более сетей энергосистем. Важно в сельских электрических сетях определить оптимальное сочетание с коммутационной аппаратурой. В настоящее время серийно выпускается ряда устройств и приборов для технического перевожения электрических сетей и их автоматизации. Вы при проработке данной темы можете воспользоваться следующей литературой, как зарубежных, так и наших местных авторов. В случае, если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете по этим приведенным контактам обращаться. До свидания. Сегодняшняя лекция закончена. До новых встреч. Продолжение следует...